Продолжение следует... ...сюжетов, либо участвует в самом процессе съемки материала, когда сопровождают по опасным местам. Иногда я на сутки остаюсь с подразделениями и могу почувствовать, что значит быть в строю. Для усовершенствования навыков подразделения взвода быстрого реагирования под командованием командира с позывным «Колобок» регулярно проводятся учения и обучающие стрельбы. Я не смогла удержаться и поучаствовала с ребятами в процессе. Пять выстрелов. Упрыл, хорошо. Да, вообще никуда. Так, это же не так. На предохранитель стал. Командир, иди похвастай. А вот, один раз. Хорошо. Калавич, благодарю за меткость. Готов? Да. Погнали. Так, она же заряжена, да? Так точно. Только с предохранителя я готова к стрельбе. Калавич. Как ее подержали? Только смотри, блин, набьешь себе шишку. Сильно близко. Это без нагвазника. Давай другую ногу. Так это без нагвазника. Без нагвазника. Тут нету резинки. Да, я хотя бы понять, что я хочу видеть. А, посмотри, да. А, ты просто пока посмотри, да. Ну, у меня получится крестик, должен совместиться, правильно? Ну, конечно. Ты будешь стрелять вот где крестик, в крестик. Ну, вот я на тройду. Ну, типа, ага. Я ж тебе сказал. Вот, помах. Так, понимаешь? Я не думаю, не буду наставить. Пока шишку не набьет, блин. Ничего страшного. Не верит. Понятно, что ничего страшного. Ну, старших-то надо слушать. Это, конечно, злорадственный смех. Ну, нет. Ну, тебя предупреждают. Говоришь, да. Нет. Ну, почему, подождите. У меня сегодня классный день. Я ж от бараху. Он с ударилась лоб. И упал. Да, да, да. У тебя полноценный день ополченца. Да. Ладно, подожди. Давай, чуть до подачи. Да. Да, вот так вот где-то. Крепко к плечу прижми. Да, прижалыш. Вот, и все получится. Ну, и давай еще разочек. А, подождите. Городская гвардия в 6 утра. В сумерках бойцы пробегают более десятка километров. Кто-то бежит налегке, кто-то в полной экипировке. Это очень важно. Ведь на линии фронта зачастую приходится передвигаться перебежками по пересеченной местности в бронежилете. Заполненные разгрузки. Наперевес с оружием иногда и не с одним. Поэтому такие нагрузки закаляют и формируют выносливость. Далее по графику. Построение, получение нарядов, посменный караул, ночные рейды и выезды групп быстрого реагирования. По первому звонку, что служит сигналом для групп быстрого реагирования, бойцы оперативно выезжают на вызов. Пока ребята занимаются физическими упражнениями, на кухне готовят завтрак. В этом подразделении уделяют внимание здоровому питанию и сами выпекают бездрожевой хлеб. Часто сам командир Сергей с позывным «Колобок» помогает кухонной работнице и замешивает тесто. Какой хлеб готовите? Да. Бездрожевой, настоящий, живой хлеб. Когда есть лива, мне помогает. Как долго убитается? Ну, 40 минут. У командира, видимо, место зарядки. Добавляйте или нет кому-нибудь? Добавляйте чуть-чуть, не надо? Да, на немножечко. Это для парникового эффекта сделается, да? Для парникового эффекта? Вот на кровальчик. Часочек, чтобы оно подошло. Мой на кровь. Теперь мы потом в кормочке раскидаем и все. В Петровском районе, который является прифронтовым, работы всегда много. И это не только профильная работа армейского подразделения, направленная на контроль и поддержание правопорядка, задержание диверсионных групп, но и вообще человеческая помощь тем, кто в ней нуждается. Неоднократно бойцы ВБР под командованием Колобка вывозили людей из-под обстрелов, привозили продукты в убежище, всячески способствовали ремонтным работам в опасных зонах. И каждый раз их участие находит отдых через слова признательности и благодарственные письма. Уважаемый Виталий Викторович, разрешите от своего имени, от имени всех сотрудников Дворца культуры имени Петровского поблагодарить вас и находящийся в вашем подчинении взвод быстрого реагирования 2-й БТГР Республиканской гвардии за неоднократную помощь, оказанную в ремонте отопительной системы, а также в ремонте и замене водной трубы для подачи питьевой воды. Я знаю, вы помогаете не только нам, а всему Петровскому району, учебным заведениям. Еще надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое. Очень большое спасибо вам, что вы нам помогаете. Если не мы, то... Что есть такие люди, которые действительно откликаются и помогают нам. Спасибо большое вам. И вам. В принципе, вы всегда можете знать, что мы всегда рядом. И в любую минуту мы никогда никого не бросаем. Не башни. Оксана Волчонок, телеканал «Новороссия», город Донецк. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...